Здравствуйте! Сегодня будет обзор на бюджетный китайский мультитул 5 в 1. Покупал его еще полгода назад на Яндекс.Маркете под брендом Ерошка. Сейчас он продается с названием Гуру. А на моем мультитуле вообще нет никаких знаков отличия. Так что наверняка эти мультитулы штампуются на одном китайском заводике, а уже потом к ним присваиваются различные бренды. Мультитул приезжает в простенькой упаковке, без характеристик. Изготовлен из относительно мягкой нержавеющей стали марки 420. Имеет размеры 110 на 23 и на 20 мм. Весит 122 грамма. Мультитул состоит из 5 инструментов. 2 основных и 3 дополнительных. Первый основной инструмент это универсальный нож, который легко открывается одной рукой. Длина ножа 75 мм. Обух толщиной 2,5 мм. Имеет замок от закрывания. Нож отлит не совсем качественно, но на его работу это не повлияет. Приезжает относительно острый, с бумагой и деревом справляется хорошо. Но как я уже сказал, он изготовлен из стали марки 420. Она хорошо противостоит коррозии, но мягкой. И нож при его использовании придется часто точить. Второй основной инструмент это ножницы. Для того, чтобы сработал пружинный механизм, их необходимо открыть до упора. Здесь тоже есть замок для защиты от закрывания. Ножницы имеют закругленный конец, для безопасности. Например, чтобы постричь волосы в носу. Третий инструмент это стеклобой, который теоретически должен быть из стали повышенной твердности. Но информации об этом нет. Четвертый инструмент это плоская отвертка, совмещенная с открывашкой для бутылок. Ну и последний инструмент это крестовая отвертка, толщиной 4 мм. Открывашка и отвертка тоже имеют замок. Правда пластиковый, что не очень хорошо, потому что при падении он сломается первым. Также на корпусе есть клипса для быстросъемного крепежа ножа. А еще на корпусе расположена огромная дыра без инструментов. Сначала я не понял, почему сложно было дополнить мультитул. Но потом догадался, что это только половина мультитула. И данное отверстие было необходимо для пассатижи в его полноценной версии. То есть китайцы вообще не стали заморачиваться и продают полную версию мультитула, а также каждую из его частей по отдельности. Данная форма и набор инструментов мне напомнили мультитул Xiaomi Next Tool модели NE2153. У него такие же основные инструменты на замках. Есть керамический шарик для разбития стекла в экстренной ситуации. Двусторонняя пилка. Мощная крестовая отвертка. Шило с отверстием. Открывашка с плоской отверткой. И открывашка для консервных банок. Правда дополнительные инструменты без замков. Если что, подробный обзор этого Next Tool есть у меня на канале, так что не буду больше на нем задерживаться. Какие выводы можно сделать про героя нашего сегодняшнего обзора? Мультитул мне не понравился, даже с учетом не очень большой стоимости. Во-первых, из-за мягкой стали. Во-вторых, не очень хорошее качество литья. В-третьих, ненадежный пластмассовый замок. Ну и в-четвертых, вот так сказать, неполноценность. Могли бы уже добавить пару-тройку инструментов. И про стоимость. На сегодняшний день китайский мультитул стоит около 1400 рублей, а Next Tool в районе 1100 рублей. Так что, если вам понравилась такая форма мультитулов, то советую, конечно, Next Tool. Он изготовлен из такой же стали, внешние виды и размеры почти одинаковые, но инструментов больше и стоят дешевле. Но на мой взгляд, если брать мультитул, то с пассатижами. А если пассатижи вам не нужны, то тогда более компактный, такой как гербер. Здесь есть и полноценный нож, и отвертка со сменой стандартной битой, и открывашка. А размер и вес куда меньше. На этом мой обзор закончен. Ссылки на обзоры Next Tool и Гербер я оставлю в описании. А ссылку на героя обзора мультитул Гуру 5 в 1 я оставлю в комментариях. Спасибо вам за просмотр. До встречи через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok